Мир изменился. И даже сильнее, чем многие могут себе представить. Каждый день случаются изменения, которым нужно быть подготовленными. Сфера образования не стала исключением. 11 ноября Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выпустило приказ, согласно которому вузам России рекомендовано перейти на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных программ. Такие меры приняты в избежание распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях. Казанский университет не стал исключением. Сегодня мы рассматриваем вопрос о максимальной возможности в институтах перевода тех занятий. Я имею в виду потоковые лекционные занятия, семинарские занятия в режим удаленного доступа, но в то же время сохраняем пока занятия в лабораториях. Напомним, что с 1 сентября 2020 года Казанский университет успешно совмещает учебный процесс как очно, живое общение с преподавателями, со студентами, так и онлайн при помощи Microsoft Teams. Даже если по рекомендации Министерство образования КФУ перейдет полностью на дистант, больших затруднений это не вызовет. Так, например, в Институте психологии образования уже сейчас некоторые аудитории адаптированы под смешанный формат обучения. Для преподавателей созданы специальные кабинки, чтобы не отвлекать их от лекции. В таком своеобразном рабочем месте преподаватели остаются наедине со студентами в онлайне, не отвлекаясь на внешние факторы. Институт наш подготовился к различным формам и режимам обучения. У нас в Институте создано несколько вариантов учебных аудиторий, которые предполагают обучение студентов в удаленном режиме. Подобная система настроена и в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Здесь также обустроили приватные аудитории, где преподаватели читают лекции для студентов в онлайне. Однако, будет ли Казанский университет полностью переведен на удаленный формат, решение еще не принято. По словам проректора по образовательной деятельности, окончательный вердикт будет принят только после согласования с Роспотребнадзором. Мы должны здесь, во-первых, обсудить с ректорами других вузов ситуацию, сложившуюся в республике, посмотреть наши возможности. Но еще раз говорю, что Казанский университет для реализации программ, которые не требуют лабораторного оборудования, полностью готов к переходу в санкционный формат. Лев Диденко, Вилета Басова, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова